Привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Дима, вы на канале «Последнее время». Был такой задан вопрос, пока есть возможность, думаю, поделиться, поговорить о платках в церкви. Вообще, я такие темы, конечно, не сильно люблю поднимать, потому что они, ну как сказать, люди верят по-разному. Я не хочу никого разубеждать, потому что есть Слово Божие, есть Писание. Откуда взят этот момент, что все ходят, ну не все, а некоторые в церквях одевают платки? Я вам скажу, друзья, я когда прихожу в какую-то церковь, я ни в коем случае никому не подхожу, хотя я сам не верю в то, что платки надо одевать. Я не подхожу и не говорю, зачем вы в платках ходите, снимите. То есть я не делаю революцию в церкви. Я просто понимаю, что люди так научены, так верят. Это не влияет на спасение людей. Но, друг, если ты сестра, жена, приходишь в церковь, ты сомневаешься. И я просто хочу, чтобы вас укрепить в Писании, в Слове Божьем. Прочитайте это место, где об этом говорится, и поразмыслите. И сами делайте выводы. Я никому не хочу навязываться, но давайте прочитаем это записано первое послание Коринфянам, 11 глава, с 1 по 16 стих. Давайте зачитаем, наверное, все. И потом будем поразмыслить чуть-чуть. Это будет недолго. «Будьте подражателями мне, как я Христу», пишет апостол Павел. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Есть власть, есть субординация, так сказать. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову». Такое интересное место, которое нечасто христиане проповедуют. Или проповедуют, я, по крайней мере, не видел, не искал, не видел. Но это место мы должны здесь увидеть ясно, о чем здесь говорится. Итак, читаем дальше. «Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову». То есть, речь идет о том, что покрытие головы мужа, муж покрывает, вернее, муж, который молится или который пророчествует, тот, который покрывает свою голову, он постыжает свою голову. То есть, это стыд для него. Вот так пишет апостол. В пятом стихе написано, что всякая жена, молящая пророчеству с открытой головой, постыжает свою голову, бы это тоже, как если бы она была обритая. Открытая голова. Дальше читаем. «Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья. А жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над ней и для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену все же от Господа. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни в Церкви Божьей. Друзья, что хочу сказать однозначно. В этом месте из Писания речь идет о волосах. Не о платках, как многие верят в церквях, что надо одевать платочки. Даже при не сильно внимательном изучении этого отрывка из Писания, можно прийти к выводу, что речь идет о волосах. О волосах. И Павел об этом четко и ясно говорит. Я не понимаю, в чем причина таких вот разностороннего понимания Писания, когда здесь четко и ясно говорится о том, что женщина должна растить. Растить волосы. Для нее это честь. Обритые женщины, это написано было в Коринфянам. Коринфянам, кстати, это единственное место, где апостол Павел упоминает это место, потому что там, вероятно, были обритые женщины. И вроде бы это была такая культура, что если ты побреешься, то это вот... Ну, в миру, в миру. Бритая женщина, это типа круто. Или там каких-то, может быть, каких-то, ну, как сказать, в каких-то заведениях, да, это было круто. Где-то люди собирались и так делали. И среди христиан, вероятно, начала пробиваться вот эта мода. Ну, это мои просто допущения. Я не говорю, что так оно и было. Но, скорее всего, так и происходило. Что Коринфянская церковь очень такая, знаете, была неоднозначная. Там было много греха и много чего такого неправильного. Тем не менее, апостол Павел их направлял и наставлял очень много. Он называет их святыми, да. Но, тем не менее, много их наставлял, именно Коринфянскую церковь, потому что в ней было очень много проблем. Итак, друзья. При даже невнимательном отношении, не просто для поверхностного изучения, можно сказать, что здесь идет речь о волосах. То есть, если мужу неприлично растить волосы, мужу неприлично растить волосы, пишет апостол Павел. Потому что написано, муж не должен покрывать голову. То есть, имеется в виду, не должен растить волосы. Седьмой стих. Дальше. Жена, если не хочет покрываться, то пусть обреется полностью. Понимаете? Стрижется. Но что же она стрижет? Наоборот, Павел говорит, что женщина должна растить волосы. Дальше смотрите, что написано. По поводу 10 стиха я не совсем понимаю. Тут апостол Павел пишет, что знак власти над нею для ангелов. Знак власти над нею для ангелов. Что это имеет в виду, я не знаю. Может быть, вы подскажете. А дальше смотрите. В 13 стихе четко и ясно говорится. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчастье для него? Если бы речь была просто о платках, друзья, то волосы бы тут вообще не упоминались. Понимаете? Волосы бы тут вообще не упоминались. Зачем Павел говорит о волосах, если речь идет просто о платках или о каком-то покрывале? Понимаете? Но речь здесь идет просто о волосах. О том, что апостол Павел, Бог через апостола Павла говорит, как прилично мужу перед Богом стоять и жене перед Богом стоять. Мужу прилично стриться, а жене прилично растить волосы. Вот это то, что хотел сказать апостол Павел, на мой взгляд. Волосы, 15 стих. Волосы даны жене вместо покрывала. Волосы и есть покрывала. Дальше апостол Павел говорит, если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни церкви Божьей. То есть в плане спорить, нужно ли растить волосы, не нужно ли растить волосы и так далее. Но то, что в церквях начали покрывать голову, это совершенно не по Писанию. Ну, не по Новому Завету. Я не знаю, как там было в Ветхом Завете, как там было среди евреев, например, и так далее. У них там вообще, даже, по-моему, в синагогах разделение было. Женщины были с одной стороны, мужчины были с одной стороны. В Новом Завете уже не так. В Новом Завете ни мужчина, ни женщина, нет иудея, ни елена. Все мы одно во Христе, понимаете? Поэтому здесь идет речь о волосах, друзья. Если кто-то хочет спорить, то мы не имеем такого обычая, понимаете? То есть, но то, что удивляет только то, что люди придумали эти платки, эти покрывала. На самом деле, так и не поняв это место из Писания, что речь здесь идет о волосах. Для женщины прилично растить волосы и молиться с покрытой головой, то есть с длинными волосами. А для мужчины длинные волосы неприличны. Поэтому мужчина стрижется. Вот и все. Вот и все, друзья. Пусть вас Бог благословит. Я не знаю, может быть, будут какие-то споры на эту тему, но здесь, в принципе, четко и ясно все написано. Ни о каком покрывале и ни о каких платках здесь речь не идет. А идет речь о волосах. Если вы согласны, ставьте лайки. Пишите комментарии, что вы думаете вообще об этом месте из Писания. Пусть вас Бог благословит. До следующей встречи. Надеюсь, ответил на ваш вопрос, кто задавал мне этот вопрос. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok